Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европланты. Сегодня у нас будет очень интересная тема. Эксперта сегодня приглашенного у нас нет, поскольку в теме, которая будет сегодня у нас звучать, я сам не постесняюсь сказать этого слова, эксперт. Ну, я, конечно, любитель, но я давно увлекаюсь грибами. Ну, не подумайте, вы не на канале грибы отсюда, вы все еще на канале Европлант. Однако, тема очень важная, поскольку грибы атакуют наши участки. И, несмотря на то, что это полезные, вкусные, прекрасные грибы, в саду, я вам скажу, им делать абсолютно нечего. Сегодня речь пойдет у нас про осенний опенок. Вот такие вот грибочки атакуют мой сад практически ежегодно. Вырастают они практически на любом гнилом дереве, которое присутствует в саду. Поэтому я всегда говорю всем, не оставляйте никаких пеньков, вкопанных деревяшек, гнилых корней, пней. Потому что это все место обитания опят. Опята – прекрасные, вкусные грибы. Их можно есть, но в саду им абсолютно делать нечего. Поскольку опята, в отличие от многих других грибов, не образуют с растениями мекоризу. И существуют как симбионты, собственно, помогая друг другу, делясь метаболитами. Опята все-таки агрессоры. Опята живут не только на гниющей древесине. Хотя они ее тоже любят, но они могут запросто и поселиться на вполне себе здоровом растении. Скажем так, не на абсолютно здоровом, но на ослабленном. Если вы обрезали какой-то сучок на дереве, если вы выкорчевали, пересадили какое-то небольшое деревце, остался обнаженный корешок, он вполне может быть заселен мицелием вот этих замечательных осенних опят. Осенние, самые агрессивные, наверное, вот за летними, которые тоже периодически у меня вырастают на участке, таких грехов не водится. Но, например, осенний опенок у меня благополучно однажды сожрал вполне себе здоровый девичий виноград, портенацисус, который пришлось удалить, потому что мицели поразил как корневую систему, так и всю зеленую массу, всю лозу. От винограда пришлось избавиться. Поэтому, если у вас завелись опята, не спешите радоваться. Я считаю, что самое лучшее место к грибам в лесу. Если вам нужны грибы, сходите туда, соберите их, съешьте. А с вашего сада я рекомендую все плодовые тела убрать. Избавиться от опенка, вы скажете, как от него избавиться? Ну, честно говоря, здесь нет никаких универсальных методов и способов, потому что грибница опята пронизывает, не побоюсь этого слова, возможно, даже какие-то километры. Если у вас на участке завелись опята, то, скорее всего, весь грунт, который у вас на участке есть, будет ими пронизан. То есть, выкопать мицелий и удалить будет практически невозможно. Единственное, что вы можете сделать, ну, это профилактику. Как известно, грибы размножаются не только мицелием, но и спорами. И чтобы этими спорами не был заселен участок, все плодовые тела лучше собрать, вытащить их как можно вот ближе. Скажем так, это не корень, потому что не забываем, что гриб – это плодовое тело. Можно извлечь плодовое тело максимально и унести куда-нибудь подальше. Если они уже вот в таком перезрелом виде, вне пищевой кондиции, то, конечно, наверное, съесть их вряд ли получится, хотя они довольно-таки чистые. Но лучше их как-нибудь утилизироваться, утилизировать, отнести подальше в лес. Так-то он, в принципе, неплохой. Но для ваших растений он представляет опасность. То есть какие-то абсолютно здоровые растения, не могу сказать, что он у меня тотально где-то уничтожает какие-то яблони, сосны. Нет. Но, например, скажем так, гортензия в последнее время чувствует себя у меня древовидная не очень. И теперь я, наверное, догадываюсь, что виной тому этот самый осенний опенок. Посмотрите, он поселился на вполне живом и бодром кусте древовидной гортензии. И живет на ее вполне себе живых корнях. И, скажем так, гортензия от нее очень хорошо. Периодически у нее отсыхают какие-то ветки. Вот она пока ищемная борется. Но, вот, скажем так, лучше от этого соседства. От этого соседства выигрывают только опята. Кортензия не выигрывает. Скорее всего, кстати, вид опят луковицы-ножковый. Вот такое вот толщине унизу опят. Я не знаю, насколько это будет важно для вас. Ну, вот, мне придется, наверное, взять здесь тяпочку. И максимально попытаться извлечь какое-то количество грунта, чтобы хотя бы освободить от мицелия. И, ну, мы все знаем, что с любыми грибами и грибными заболеваниями борются с помощью фунгицидов. Скажем так, что фунгицид против опят, ну, не очень сильно помогает. К сожалению. К сожалению, но, тем не менее, обработать каким-то медисодержащим препаратом вполне будет не лишнее. Возможно, что если он не уничтожит опенок, ну, он его будет немножко угнетать. Слышал еще, есть такое мнение. Мнение, между прочим, это от Ольги Бондаревой, богини с удовольствием. Что гербициды. Гербициды каким-то непонятным механизмом тоже влияют. Не самым лучшим способом на опята. Возможно, может быть, как-то попробовать бороться с помощью гербицидов, но, честно говоря, я не знаю. В данном случае вносить гербицид даже с помощью кисточки, очень осторожно, в куст гортензии, я бы, наверное, не рискнул. Возможно, что мне придется через какое-то время расстаться с этой гортензией, но пусть виной там будут опята все-таки, а не гербициды. Так что, еще раз, если у вас завелись опята, не спешите радоваться. Возможно, что ваше растение под угрозой. На этом все. Я с вами прощаюсь. А если вам интересно еще послушать что-то о грибах, то приходите на мой другой проект, который называется «Грибы отсюда». Там я уже рассказываю о грибах, которые не растут в саду, а растут в лесу. Всего доброго. С вами был я, Андрей Смирнов и канал Европлант Лайф. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»